Ну а теперь к новостям в мире. Грозит ли российскому рынку юанизация? Резкое ослабление рубля в декабре заставило игроков задуматься, не стало ли это следствием начавшихся интервенций Центробанка на рынке в юанях. Но данные регулятора этого пока не подтверждают. Обзор агентства Reuters продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж? Здравствуй, Марьян. Западные санкции привели к заморозке почти половины золотовалютных резервов России и невозможности поддержать курс рубля за счет валютных интервенций. Поскольку основные валюты, которыми оперировал ЦБР, доллары США и евро, стали ему недоступны. Китайский юань для России пока самая дружественная валюта и на бирже самая расторгованная. Поэтому, интервенции вероятнее всего будут проводить в юанях, сказал Reuters, высокопоставленный чиновник, просивший об анонимности. По его словам, специальных нормативных документов по интервенциям не будет. Центробанк и Минфин примут решение в зависимости от ситуации, когда проводить интервенции на рынке. Объем торгов юанем с начала года вырос в 41 раз, в то время как доля доллара в спот-операциях сократилась в два раза. График Reuters показывает, что в отдельные периоды, обороты по паре юань-рубль, стали превышать обороты, парой доллар-рубль. Но сейчас спрос на юани, как альтернативу доллару, стал падать, поскольку инвесторы поняли, что недостаточно финансовых ликвидных инструментов в юанях. Инвесторы больше покупают замещающие облигации в валюте, для цели диверсификации. Массбиржа это видит, и ромерина существенно расширить линейку инструментов в юанях, пишет Reuters. Коллеги. Спасибо, Александр.